Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня вместе с вами мы вспоминаем святителя Иосафа Белгородского. Это вообще 18 век, и если мы вспомним, конечно, уже там из Запада много всяких влияний шло, и, к сожалению, не всегда только положительных, и вот это вот распутство, которое, ну, среди вот дворян уже появлялось, да, там уже не особо так ценили православные вот эти ценности, там, целомудрие, и тут вдруг такой святой, удивительный святой чудотворец, чудотворец 18 века, который даже занимает, вот он много хозяйственных работ совершал, да, когда вроде бы там ты занят какими-то материальными подсчетами, там, кирпичи, камни, песок, вот надо строить, а он при этом ведет святую жизнь, исподобился от Господа дару чудотворения, и мощи его нетленные, чудотворные по сей день, и это ни для кого не секрет, вот можно приехать в Белгород, приложиться к его нетленным мощам и получить от него благодатную помощь, что это, ну, просто вот чудо какое-то, и вспомним, он родился, он происходил из, на самом деле, это такой вот древний достаточно род, малороссийский род казаков, Горленко их фамилия, и когда вот там было влияние Польши, да, то уже прадеды его, прапрадеды, они старались быть верными православию, потому что со стороны Польши шло влияние католичества, и вот прадед его был полковником при Гетмане, даже получил титул дворянства, но, правда, во время военного похода там казаки взбунтовались, вот они убили прадеда, но, тем не менее, семья продолжала существовать, и вот дед, дед святитель Иосафа, он тоже был полковником, там много всяких вот этих вот баталий, и, ну, не буду скрывать такой вот исторический факт, что некоторое время дед святитель Иосафа, он находился при Иване Мазепе, а Иван Мазепа, как вы знаете, он то там заигрывал с турецким султаном, ну, даже там был такой факт, что он пытался как бы задобрить и крымских татар, и вот в качестве дара невольников вез, христиан, и потом он попал сам в плен казакам, там, ну, долгая история, но как бы там ни было, потом Иван Мазепа вроде бы рядом с Петром Первым, а потом он предает Петра Первого, да, переходит на сторону шведов, но шведы потерпели поражение, Карл, шведский король был разбит, и потом он отступает, и вот оказывается, что дед святитель Иосафа малое время он находился при Иване Мазепе, а Мазепа умирает, и вот тогда дед полковник, он возвращается, и Петр Первый его простил, хотя некоторое время он был под некоторыми такими подозрениями, ну, это к тому говорим, что бывают времена всякие, вот люди и так, и сяк, и думают, может быть, вот лучше там или вот отделиться, или чего, или куда-то перейти на сторону каких-то вот противников, а потом время, оно все равно все расставляет на свои места, и у людей тоже вот мозги на место становятся, и как бы там ни было, как бы там ни было, вот дед и уже его сын, то есть отец святителя Иосафа, они в итоге служат русскому императору, императору российской державы, и вот отец святителя Иосафа, он был достаточно благочестивым человеком, он вообще заведовал знаменем при Гетмане, был такой Гетман, которого звали Даниила Апостол, и вот он заведуя знаменем, он как-то познакомился с дочерью этого Гетмана, в общем, поженились они, и у них как раз рождается сын, а родился он, это 1705 год, и рождается он в день Рождества Божьей Матери, у нас сейчас это 21 сентября, по юлианскому календарю 8 сентября, и вот когда шла литургия, именно во время служения Божественной Литургии в храме, в это время рождается мальчик, и его назвали Иокимом в честь Папы Пресвятой Богородицы, потому что родители Божьей Матери святые Иоким и Анны, и вот в честь Отца Божьей Матери как раз нарекают будущего святителя Иосафа. И рядом там, конечно, были уже святые места, вот, и там как раз не так далеко свято-тройский монастырь, который служил как раз усыпальницей рода Горленко, и там и прадед, и дед, и отца потом погребли святителя Иосафа, то есть род был благочестивый в целом, несмотря там на какие-то вот нестроения политические, и святитель Иосаф, он с детства уже горел духом, ну, это, конечно, такие общие наши слова, очень трудно передать, что происходило вот в маленькой еще душе будущего святителя, но до нас дошел такой факт вот из его жития, как отец однажды сидел вечером, наблюдая закат солнца, и вот он размышлял, возможно, он размышлял как раз о будущей судьбе своего сына, ребенок был еще маленький, и вдруг отец увидел, как на горизонте, да, вот эти лучи заходящего солнца, и, значит, вот на горизонте он видит образ своего сына, как он на коленях молится перед Божьей Матери, а та благосклонно смотрит на него и говорит, давлеет мне молитва твоя, давлеет, то есть приятно, он еще маленький, святитель Иосаф, еще и Аким его зовут, а его молитва, оказывается, она уже приятна Божьей Матери, то есть он уже в детские годы молился, молился при Святой Богородице, и, видно, имел такое чистое сердце, что молитва восходила до самых небес, ну, знаете, что и в детстве бывают там и какие-то злые мысли у кого-то, да, там раздражение, негодование, и своим криком могут родители изводить, а вот, видимо, святитель Иосаф, он как-то свою душу уже с детских лет формировал совершенно по-особому, и был уже святым ребенком, хотя внешне этого не проявлял, и вот Божья Матерь говорит будущему святителю, да, он тогда еще отрок, Иоаким, давлеет мне молитва твоя, и тут же ангел Божий, он преподносит архиерейский амафор и одевает на него как бы признаменование, что в будущем он станет святителем, а родители-то, они думали, что он тоже будет казаком, да, они думали, что он станет продолжать их род, и тут отец понимает, что это же монашеский путь получается, и он даже произносит, а мне-то что оставишь, это Божья Матерь, и вот он так с удивлением произносит, но ответ он не получает, видение на этом заканчивается, а сам отец настолько вот он вдохновлен увиденным, что он тут же вскакивает и спешит домой, чтобы рассказать супруге, и вот он пробегает одну комнату, вторую, третью, и вдруг происходит невероятное, в его памяти этот случай стирается, не то что стирается, а как бы на время прикрывается, и он хотел рассказать жене, а пока вот пробегал, он не может вспомнить, что рассказать, и вот прошло много-много лет, получилось так, что отец пережил своего святого сына, и когда умер уже святитель Иосаф, Иосаф, и, кстати, отцу тоже было открыто, сказано, сын твой святитель скончался, то после этого в памяти открылось вот это видение, что оказывается, еще когда он был маленьким, уже было приоткрыто, и это что значит? Оказывается, Господь вот все видит, да, и проникает в сердца людей, и видит вот как вот исторические судьбы совершаются, да, и кто кем станет, и иногда Господь даже может вот это вот как бы приоткрыть, но на время придержит, почему? Потому что неполезно все сразу всем знать, и вот если бы это говорилось, да, ну, то, что вот видение вот это было бы, да, то, может быть, появились бы какие-то у кого-то помысл тщеславия, самомнение, тогда бы все дело порушилось, а так Господь с одной стороны, он приоткрыл, и потом напомнил отцу, что оказывается, изначально святитель Асаф уже был предызбран, как служитель Божьей Матери, как вообще служитель Христов, и, ну, вот такое интересное видение, которое вроде бы приоткрыто, но на время Господь придержал потом это, да, а маленький отрок, он возрастал, и, конечно, вот мама его, она водила его в храм, вот в монастырь, и там уже маленький Аким, он наблюдал монахов, а потом надо было давать образование. Ну, а это что? Это ведь начало 18 века, и в тех краях самым лучшим образованием было, конечно же, Киевская духовная академия. Ну, сейчас это, конечно, высшее такое вот духовное образование, в принципе, и тогда тоже оно было высшим, но поступали туда с малых лет, потому что там, как сказать, вот несколько ступеней образования, и на восьмом году Иоакима отводят туда, в Киевскую духовную академию, чтобы он там получал образование. А обучение в духовной школе, оно совершается в таком, ну, полумонашеском, путем полумонашеского образа жизни, там и особое деяние, да, особый устав, вот молитва утром-вечером, богослужение, и, собственно говоря, много предметов, посвященных духовной тематике. Кроме того, там же ведь Киево-Печерская лавра, да, там святыни, там мощи преподобных отцов печерских, и у Иоакима, его родной дядя, он был иноком в Киево-Печерской лавре, отец Пахомий, и он поддерживал, и в каком-то смысле был духовником еще юного Иоакима, так что он с ним постоянно поддерживал связь. И вот как впоследствии он говорил, святитель Иосаф, что уже в 11-летней возрасте он захотел стать монахом, посвятить себя монашеской жизни, принять постриг, но очень боялся как-то вот огорчить своих родителей, потому что, ну, представьте, там полковник, да, там и другой тоже полковник, род дворянский, а тут, получается, он станет чернецом, то есть все полностью порушит, как бы, да, и действительно, с чем они там останутся? Получается, что он как бы свой род не прославит. Ну, они не знали, что на самом деле за счет святителя Иосафа род Горленко, он и стал теперь особо известен, да, и вспоминается место их погребения, молится о них, тоже о покоении их душ. Да, то есть у людей всегда свой человеческий расчет. Ну, как бы там ни было, вот ему 11 лет, он уже думает об этом, он возрастает дальше и боится вот открыться, и потом, когда ему вот уже 18 лет, вот учеба, она шла очень долго, много там было, ну, не то, что много, несколько ступеней образования, каждая длилась несколько лет, каждая ступень образования, ну, три этапа, скажем так, по несколько лет. И потом он приезжает домой и как бы вроде пытается говорить, понимает, что родители его не поддержат. И вот такой, значит, такой тоже факт из его жития, что он не спрашивает благословения родителей на монашество. И он говорит, что вот надо мне продолжить, завершить свое обучение в академии, поэтому я возвращаюсь туда. А его сопровождает слуга. И вот они приезжают, значит, туда, и тут же Иаким, он уходит в Киевский Межигорский монастырь, который отличался такой строгостью жизни. А слугу своего он просит, ну, род дворянский был, поэтому какие-то были тоже слуги. Слугу он просит, чтобы тот оставался в Киеве, получал письма от родителей, передавал ему, а тогда он пишет ответы, и тоже слуга как бы отсылает, как будто он продолжает дальше находиться в духовной академии. Немножко так, ну, решили не расстраивать родителей. Да, ну, в каком-то смысле схитрили, но дело в том, что он же уже решил посвятить себя Богу, да, и идти через скандалы там какие-то, вот, препирательства, споры. Это, наверное, было для того момента не очень удобно. И вот проходит два года, причем он, знаете, пока вот послушнический искус, то он действительно проводил такой очень строгий образ жизни. Он и потом проводил, но в этот период особо строгий, который для здоровья не был очень-то полезен. То есть он отказался от вкушения вареной пищи, только такую грубую растительную пищу вкушал. Он часто ходил в уединенную пещеру молиться, пребывал в такой уединенной молитве, и примерно через вот два года совершается его монашеский постриг. И в начале выночества, рисофорный монаш, а потом уже мантийный монаш, то выночество он был, как Иларион. Некоторое время он вот так вот проводит, подвиг свой совершает в Межигорском монастыре, а потом на него обращает уже церковное руководство, и его переводят в Киевский братский монастырь. И вот там-то в Киевском братском монастыре его постригают уже в мантию с именем Иосаф, и в Иродиакон его посвящают, потом, значит, он становится учителем начальных классов Киевской духовной академии, то есть уже опыт такой преподавания, он обучает маленьких еще детишек, которые поступили туда, да, потом его уже в Иеромонахе рукополагают, и он много трудится, и в соборе проповедует, и даже в консистории его привлекают трудиться, а это вообще такие, знаете, канцелярские, очень, ну, сложные такие вот работы, в общем-то, скучные волокиты с документами, с бумагами, это, знаете, вот в синодальный период, когда вот 18-19 века все документализировалось, и просто вот этой бумажной волокиты стало много, потому что церковные структуры, их тоже стали включать в государственный аппарат, и поэтому приходилось вести всякие отчеты, там, циркуляры, предписания и так далее, и нужно было привлекать кого-то, и вот представьте себе, что святой отец, который всей душой горит молитвой к Богу, да, его туда вот погружают, в эту канцелярию, но все равно он безропотно все исполняет, и в том числе, кстати, его иногда направляли собирать пожертвования для Киевской духовной академии, для содержания, и он тоже с этим справлялся, вот, а потом его, видишь, его такое усердие, горение духа, его назначают игуменом, игуменом уже Лубенского Магарского монастыря, где он, ну, понимать тоже, вот мы говорим там, игумен, да, там он руководит, управляет, а на самом деле что было? Во-первых, монастырь весь выгорел до этого, то есть все деревянные постройки выгорели, а до этого еще собор обрушился, представляете, монастырский собор обрушился, потом пожар, все, значит, разрушено, развалено, и приезжает туда вот юный святитель Иосаф, и вот на, пожалуйста, там, давай, восстанавливай, и повторим, что вот эти вот хозработы, этим приходилось заниматься святители Иосафа, то есть вот эти там постройки, да, всякие расчеты, как чего строить, привлекать работов, рабочих привлекать, постоянно вот подсчет каких-то вот денег, там, их сбор этих средств, кирпичи, песок, там, известь и так далее, а когда молиться Богу? А вот святитель Иосаф, понимаете, он при этих хозяйственных работах, он сердце свое этому не отдавал, да, он был внимателен в этом, но сердцем своим он обращен был к Богу, и в этом смысле мы видим такой уникальный феномен, что хозяйственник, да, тот, кто занимается хозработами, строительством, он в то же время остается святым человеком, потому что дух свой всецело посвятил Господу, и получается, что вот однажды, когда нужно было, ну, не хватало средств, и то, что рядом, ну, никак они особо там, ну, жертвовали, ну, мало, а тут надо, он выстроил, понимаете, корпус огромный, келий заново, потому что негде было монахам жить, а вот чтобы собор отстроить, средств не хватало, и он поехал в Петербург, и вот во время этой поездки, то есть Господь все как-то сам ведет человека, он и не ожидал святителя Иосаф, а там получилось так, что он сподобился аудиенции у императрицы Елизаветы Петровны, и даже произнес особое такое слово, проповедь, которую слышала Елизавета Петровна, где он говорил, что вот наше восхождение к Богу, здесь только две ступеньки, это любовь к Богу и любовь к ближним, но если ты поднялся на них, то ты обретаешь Господа, и, в общем, красноречивая его проповедь, она произвела огромное впечатление на Елизавету Петровну, и тут надо вспомнить, что, да, вот будучи дочерью Петра Великого, она не только родила о государстве, но она, в общем-то, была во многих отношениях благочестивой императрицы, да, она не чуждалась балов, да, но бывало так, что вот она, значит, всеночную посещает, да, а потом она едет со всеночной, ну да, там бал какой-то положено, дворяне там веселятся, она посещает этот бал, но утром она непременно шла на литургию. Конечно, тут мы для нашего сознания это немножко неприемлемо, но это намного лучше, нежели посещать только балы, да, а в храме вообще скучать душой. Вот Елизавета Петровна, у нее был свой духовник, она исповедовалась, она обращала внимание на иерархов, она молилась Господу, и, да, даже там по ночам тоже вот она подымалась, ну, время от времени на молитву, и вот она обратила внимание на святителя Иосафа, тогда он еще просто игумен, и потом, когда возникает вопрос, вот кого назначать в архимандриты, то она именно ему тоже просит, чтобы Синод назначил его архимандритом, и чтобы его назначили наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Поэтому святитель Иосаф Белгородский, он в том числе и наш вот радонежский святой в соборе радонежских святых Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, есть даже икона всех радонежских святых, и святитель Иосаф вот один из наших почитаемых святых тоже здесь, ну он вообще, конечно, для всей России такой почитаемый чудотворец, конечно, собственно, Лавры руководил, был священно-архимандритом Лавры архиепископ Арсений Могилянский, но он постоянно был, присутствовал в Петербурге как член Священного Синода, и вот наместник, это вот наместником стал святитель Иосаф, и он поэтому постоянно тоже вот управлял, да, и был он, может быть, недолго, три года он находился на этой должности, но все время какие-то вот обязанности, потому что монастырь был очень обширен, ну Лавры как раз, потом Троицкая семинария, Елизавета Петровна, она как раз вот царские чертоги, да, отдает для Троицкой семинарии в Лавре, и тоже нужно было как-то заботиться, потом множество подворьев, там 15 монастырей приписано, потом еще какие-то храмы, села, и в самой обители там и прилежащие территории, это около 15 тысяч в целом человек, то, что связано было с Лаврой, и нужно было как-то вот все это обеспечивать, пропитание изыскивать, я понимаю, что слушать про это все очень скучно, неинтересно, другое дело, что вот ходит он там, исцеляет чудотворение, какие-то вот видения даются, но ведь кто-то в обители должен заботиться о пропитании, да, кто-то должен какие-то хозяйственные работы выполнять, кто-то должен изыскивать средства, и вот представьте себе, святитель Иосаф Белгородский, будучи чудотворцем, он выполнял и эти обязанности, конечно, дар чудотворения, может быть, поначалу так еще не проявлялся, но уж молитвенником он точно был, и вот проходит около трех лет, и потом, значит, возникает какая тоже, какой вопрос, вот кого назначить на кафедру Белгородскую, потому что архипастырь почил, и тогда тоже вот среди кандидатур именно Елизавета Петровна, она вспоминает вот этого благочестивого и ученого архимандрита, и она поддерживает кандидатуру святителя Иосафа, вот так он направляется на Белгородскую кафедру. Его, конечно, рукоположили в архиере в Петербурге, а потом он сразу направляется в Белгород, и надо сказать, что здоровье у него было, конечно, неважное телесное здоровье, и вот ему 43 года, это 1748 год, он едет и приезжает в своей кибитке в Белгород как раз вот утром перед литургией, а это был праздник преображения Господня, ну добирались долго, тяжело, и вот он переезжает перед литургией, и несмотря на трудности, вынесенные в путешествие, он сразу же идет служить божественной литургии, то есть это для него главное, это прежде всего, и вот это вот, это и людей привлекало к нему, то, что для архипастыря прежде всего служение Господу, да, а не что-то иное, и став архипастырем, он, конечно, явил себя как любящий отец, он заботился о детях, о сиротах, он давал им образование, и в каком-то смысле вот эти вот, эти года, проведенные там, они показывают, что он иногда поступал даже вот как по образу святителя Николая Чудотворца, то есть вот под каждый праздник он направлял своего прислужника специально в бедные дома, он уже знал, святитель Иосаф, где живет какая бедная семья там, бедные люди там, вдовы с детьми, еще кто-то, и он направлял их с каким-то значимым подарком, одежда или деньги, и он говорил так слуге, что вот ты когда подходишь, ты просто трижды постучи в стенку там, или в окошко, или в дверцу, и оставляй вот этот узелочек, и уходи. И слуга действительно так и поступал, ну, чтобы никто не знал, кто чего, и действительно под каждый праздник, значит, стали появляться вот эти вот подарочки. Ну, прям действительно, как святитель Николай Чудотворец, то, что у нас легло уже во образ, ну, не у нас, в некоторых странах образ Санта-Клауса, у нас это как Дед Мороз, который приносит подарки в новогоднюю ночь. И вот как раз был такой случай под Рождество Христово, что этот вот слуга, который разносил по его поручению, он заболел. И выходит так, что под праздник Рождества святитель Иосаф никому не сможет оказать никакой милости, и тогда что он делает? Он сам одевается в простую бедную одежду, чтобы его никто не узнал. А как выйти-то ведь тут же там в архиерейском доме есть свой сторож, привратник, который увидит, и тогда он дождался, когда привратник отлучился, и вот он выходит с мешком вот этих подарков, ну, не просто подарков, там какие-то апельсины и продукты, а именно значимые такие существенные дары, или одежда, вот, или деньги, что было по нужде людей. И он выходит незамеченным, идет и раздает весь день, весь день кладет, уже стучит трижды, уходит, потом в следующий приходит, и вот он раздал, а вечером возвращается. И вот он проходит, а тут как раз вернулся этот привратник, не узнает своего архиерея, тот же в простой бедной одежде, и он его окликнул. Эй ты, куда идешь? А святитель Иосаф стараясь, чтобы тот не разглядел его, еще быстрее пошел, скорее-скорее к храму, чтобы там переодеться. Ну, а привратник что, видит, что какой-то посторонний человек проник в архиерейский дом, спешит к храму, и скорее за ним погнался, и, в общем, уже у сводов храма его настигает, да, кто ты такой, как-то здесь оказался, а святитель пытается как бы вырваться из его рук, и тогда он несколько раз, вот этот стражник, ударил его по спине, ну, и тут святитель немножко обернулся, и он узнает его в страхе, трепете, убегает, и он думал, что святитель Иосаф его накажет, теперь страшно. Ну, святитель Иосаф, значит, переоделся, потом на следующий день приглашает этого привратника, тот не жив, не мертв, приходит к нему, а святитель Иосаф вдруг начинает его благодарить за то, что он так ответственно исполняет свою службу, что он действительно охраняет, он увидел постороннего, предпринял какие-то меры, не стал его наказывать, наоборот, его дружески угостил. Так что вот святитель Иосаф Белгородский, он действительно в каком-то смысле повторял святителя Николая, чудотворцев, будучи милостивым отцом, и он считал так, что, конечно, в этой милостыне ты не должен быть узнан, и он старался так, но иногда сам Господь как-то приоткрывал. Однажды он закупил там дров и говорит своему прислужнику, ты вот отвези в дом, идут к такой-то бедной женщине, потому что они без дров сидят, и он отвозит, но только говорит, ты не рассказывай, кто. И, в общем, этот служитель отвозит, дрова передает, и та только хотела спросить, а кто же, кто же это передал, и вдруг видит образ во свете святителя Иосафа, как раз сверху в небе. То есть получается, что Господь сам приоткрыл, кто именно оказал такое дарование. И вот действительно вот эти чудотворения, они уже происходили, такие чудесные вещи, но при этом не могу все-таки от вас скрыть, что святитель Иосафа, вот понимаете, у каждого святого есть какие-то свои особые черты. Я даже так скажу, что характер человека, он непременно остается, даже когда тот остается святым человеком, стяжал святость, но все равно, вот какой был у него характер, то такой он и останется. Вот святитель Иосаф, он был все-таки достаточно строгим, и при том, что, конечно, милосердие, любовь, но есть некая такая вот строгость, строгая святость или святая строгость. Так мы можем это обозначить. Даже когда описывают его такой внешний вид, то там такие описания, что в лице тоже заметна некая такая строгость. И строгость его, она в чем выражалась? В том, что он не терпел, конечно, неблагоговения. А это, конечно, касалось прежде всего духовного сословия, тех священнослужителей, которые слишком привыкали к совершению богослужения, молитвы, потом уже как что-то такое заурядное, обыденное выполняют, и утрачивалось благоговение к святыне. А если, понимаете, священник утратил благоговение к святыне, то как же народ, который приходит к этому священнику, он в виде пастыря сам так же будет, не то несет, так вот, расслабленный духом. И, в общем, приведу тоже некоторые такие случаи. Вот святитель Иосаф, он постоянно объезжал свою епархию, потому что нужно было учить, наставлять, что-то предписывать. И он постоянно останавливался в простых таких сельских домах, чтобы ночевать у простых людей или вот у священников. И однажды он приезжает вот тоже, чтобы ночевать во время обозрения епархии в доме одного священника. Ну и священника вечером не было, и вот святитель Иосаф, он остается, и нужно уже вот ложиться спать, и вдруг он чувствует какую-то вот тревогу, беспокойство, не может услышать, что-то ему мешает, что-то его беспокоит, его душа. И он стал разглядывать в шкафу, там, где стояла простая посуда, там вдруг какие-то листочки с бумагой. Он смотрит, и вдруг оказалось, что там лежат святые дары, запасные святые дары. Ну вот священники, когда причащают на дому больных, страждущих людей, которые не могут прийти в храм, то они из храма приносят с собой святые дары. И их и нужно брать именно из храма, внести в особой дароносице на себе, да, будучи в облачении епитрахим, чтобы на ней дароносице, приходишь, причащаешь, совершаешь, ну, как бы такое малое богослужение там, поскору такой чин причащения на дому, и потом также возвращаешься в храм, в алтарь, и там тоже в дарохранительницу, обратно возвращаешь святые дары. А этот батюшка, он, видимо, подумал, что так как там постоянно вот туда, то сюда, лучше буду хранить дома, и вот в простой листочек, и там он лежит между посудой, не пойми как, то есть нет уже благоговения, это уже понятно, что святые дары, они не на престоле, да, не в благоговение прибывают, и от этого ко всему тоже рушатся отношения. И когда святитель Иосаф это увидел, он так огорчился, расстроился, он, во-первых, святые дары бережно поместил на стол, сам встал на колени и молился перед святыми дарами до самого утра, вознося горячую молитву ко Господу Иисусу Христу, потому что на самом деле, когда мы видим святые дары, мы понимаем, что это тело и кровь Христова, и что сам Господь пребывает в святых дарах, вот Господь, который сотворил небо и землю, да, который творец наш, наш творец, он нам дал душу и тело, привел нас в эту жизнь, мы в его руках, и вот он самого себя вверяет в наши руки, в этих святых дарах, поэтому необходимо максимальное благоговение, вот святитель Иосаф, он молился, а утром приезжает тот священник, и как только он приходит, то святитель Иосаф не просто выговорил, он сказал, что вот все, ты лишаешься священного сана, он его извергает тут же и священство, и даже лишает его духовного сословия, то есть духовное сословие, оно имело свои привилегии, тут, ну, видимо, или в крестьянство, там, я не знаю куда, ну, явно не в дворянство переводится, и, конечно, для священника это личная такая трагедия, потому что он извержен из священного сана, но вот такая строгость святителя Иосафи, она действительно иной раз присутствовала, и он старался вот священный сан оберегать от всего вот, ну, что могло разрушить священство изнутри, и некоторые вот такие вот предписания как раз святителя Иосафа, они в каком-то смысле исходили из божественных откровений, вот как с этими святыми дарами, и он предписал строго-настрого, запретил хранить святые дары дома, вот, иначе будете вот просто извержены из священного сана. Конечно, святитель Иосаф был достаточно взыскателен, вот когда он ездил по приходам, да, и смотрел, что как, наводил порядок, он был строг, но действительно строг, но справедлив. И что самое интересное, что иногда сам Господь ему подсказывал, на что обратить внимание, да, и где проявить вот эту нужную строгость. Ну, допустим, вот однажды в сонном видении он вдруг увидел одну церковь, и вот он туда заходит, и в этой церкви он вдруг видит, что икона Божьей Матери, где-то вот в притворе, среди мусора стоит, а икона сияет необычайным светом, и Божья Матерь говорит, что посмотри, в какой сон поместили мой образ служители, да, священнослужители, тогда как этот образ должен благодатью своей озарить и это селение, и всю, всю Россию. И вот святитель Иосаф, когда пробудился, вот, и, значит, вот это продолжается его путешествие, осмотр приходов, и он глазами ищет, где же вот это церковь, вот он приезжает в город Изюм, а там Вознесенская церковь, он, значит, как только увидел эту церковь, тут же узнал то, что было открыто ночью видений, он заходит в храм и сразу, а его сопровождают, конечно, священнослужители, благочинные там всякие притчи церковные, и святитель тут же идет в притвор, посмотри, а те не понимают, чего это он, и вот что он увидел, оказывается, действительно, в притворе у них было особое место отведено под уголь для кадила, а где уголь, там, понимаете, ну, не то, что сорт, там вот эта чернота, да, там, конечно, и грязь будет, и не пойми чего, и перегородкой для этого места служила икона Божией Матери, и святитель Иосаф тут же вот на колени опустился, и у него из глаз слезы, он молится при святой Богородице, он говорит, владычица небесная, прости моих служителей за то, что вот они так не благоговеют, а те не понимают, что это такое, ну, вроде как бы, икона, она стоит ликом ко всем, да, вроде все нормально, и он им говорит, поместите святую икону туда, где она и должна находиться, и потом ее уже в храм перенесли, конечно, и он говорит, что ведь эта икона, она явит благодать не только для этого селения, но и для всей страны, и вот эта икона, она известна нам как чудотворная, песчанская икона Божией Матери, от нее впоследствии было множество чудес, то есть история песчанской иконы Божией Матери, как она явлена была, во многом связана со святым человеком, со святителем Иосафом, а мы понимаем, мы вот люди нерадивые, сердце наше грязное, мысли наши беспорядочные, поэтому мы не замечаем проявление благодати там, где оно присутствует, вот очищая свое сердце, да, очищая свои мысли, и ты тоже будешь созерцать присутствие Божие и милость Божией Матери, и ты тоже, самое главное являя вот это благоговение, которое имел святитель Иосаф Белгородский, и сам святитель Иосаф, он три дня вот пока находился в городе Изюм, он приходил в этот храм и молился перед иконой, перед песчанской иконой Божией Матери, да, ну на этот раз он, конечно, никого не извергал из священного сана, но он сделал строгое внушение благочинному, чтобы так больше не поступали, иногда он наоборот проявлял особую милость и защищал служителей церкви, вот там недалеко было поместье князя Юсупова, и управляющий этим поместьем он изгнал дьячка, а дьячок это вроде бы, ну фигура не особо значимая, просто прислужник во время богослужения, и изгнал вообще ни за что, и тот вот обратился к святителю Иосафу, и тогда святитель Иосаф немедленно предписал, чтобы управляющий вернул его и восполнил ему недостающие, потому что тот без зарплаты оказался, иначе говорит, я закрою там храм, и у вас служба не будет совершаться, и святитель Иосаф, когда нужно защищал священнослужителей, к нему прислушивались, и повторю, что не всегда он так достаточно строго, ну там поступал, наказывал, если нужно, да, а если нужно, он миловал. Вот допустим, когда он только-только приехал, да, на эту кафедру, и собрание с духовенством было, и, значит, вот он смотрит среди этого духовенства один старый, пристарый священнослужитель, такой батюшка совсем дряхленький, седенький, и святитель на него внимательно так посмотрел, и, значит, потом, когда все уже разошлись, то святитель его приглашает и спрашивает, сколько ж тебе лет? Да мне уже 130 лет, представляете, вот какое долгожительство, но оказывается, что не всегда долгожительство – это благословение Божие, иногда бывает, что, ну, человек вот еще не расстался с какими-то грехами, Господь ждет от него покаяния, святитель Иосаф ему говорит, что, кстати, сам святитель Иосаф прожил всего лишь 49 лет, и тоже, когда мало лет прожил, это не значит, что Господь прогневался, то есть дело не в количестве лета, чем наполнена эта жизнь, чем наполнены эти года, и вот святитель Иосаф его спрашивает, а не допустил ли ты какого-то страшного греха, что Господь вот до сих пор тебя держит здесь и не забирает твою душу, может быть, ты чем оскорбил Господа, и поэтому не можешь от греха разрешиться, а тот говорит, да не знаю, не помню, святитель на него смотрит, так вот проникновенными глазами, конечно, с любовью смотрит, но так вот строго спрашивает, нет, вот ты все-таки постараешься вспомнить, что вот совесть наверняка может как-то подсказать, и вдруг действительно тот вспоминает и падает к ногам, говорит, да, говорит, вспомнил, 70 лет назад, то есть ему было уже 60, он тогда уже был пожилым, совершил я великий грех, вот как-то я совершил божественную литургию в нашем храме и отправился уже, и тут вдруг приезжает вот посланный от помещика, а я вот добавлю, что помещики на самом деле часто с произволом таким относились и к священникам, и священники в поместях, они были во многом тоже, вот как и крестьяне, люди бесправные, ну, конечно, не крепостные, да, но помещик мог как угодно поступить, да, и там надо было жаловаться, и, ну, представьте, что такое жаловаться на помещика, и вот что требовал этот помещик, он говорит, что вот пойди и соверши литургию, но ведь я уже совершил, а есть строгие церковные правила, что если священник уже вот совершил литургию в этот день, он уже второй раз не может совершать в этот день литургии, и также вот если в храме на престоле совершена литургия, то на этом же престоле, на этом же престоле в этот день еще не может, уже не может второй раз совершаться литургии, то есть такое явное нарушение правил, и священник и говорит, что я не могу, я уже служил, и престол у нас один, не два престола, не два как бы вот алтарных престола, ну, когда бывает как пределы в храмах устраиваются, там может быть даже три престола, а тут один престол, а уже он совершал, он никак не может. А управляющий посыл, иначе помещик говорит, нет, вот там надо обязательно, иначе тебя помещик накажет. Ну, не знаю, что там, почему, то ли помещик проспал первую службу, то ли чего, то ли надо было упоминание какое-то, то ли кому чего обещал, то ли кому-то надо было поприсутствовать на этой литургии, но как бы там ни было, вот этот священник он уступил, и он приходит в храм, тоже становится у престола, и вдруг, когда он собирается произносить вот возглас, ему голос, остановись, что ты делаешь? Но священник все равно, значит, берет Евангелие, произносит возглас, благословенно царство, вот первый возглас литургии, и повторяется голос, не дерзай, если же дерзнешь, то будешь проклят. И тут вот этот батюшка, ну, в неком помрачении ума в ответ произносит, да будь ты сам проклят, и начинает совершать литургию. И вот этот священник, он, значит, рассказывает весь этот случай, и святитель Иосаф говорит, что же ты сделал? Ты ведь проклял святого ангела, который охранял, защищал свой храм. Дело в том, что у каждого храма есть тоже свой ангел-хранитель, вот как у каждого крещенного, да, кстати, и у народа каждого есть тоже свой ангел-хранитель. И вот у храма есть ангел, который покровительствует этому храму. И святитель Иосаф говорит, что ангел тебя предупреждал, что не смей нарушать правила церковные. Оказывается, очень важно соблюдать церковные предписания, то есть не говори, что это малозначимо, что это там люди сочинили, нет. Ангелы тут же находятся, они могут вразумлять и в каком-то смысле даже наказывать. И вот святитель Иосаф говорит, что так, как ты сделал, то вот вы оба сейчас связаны этим проклятием. Ну, как уж ангел связан, я не знаю, но святитель Иосаф как-то вот знал это, а вот тебе, говорит, поэтому не дано было умереть, потому что ты связан. И что интересно, что оказывается вот этот храм, где такое нарушение совершилось, он через какое-то время, прошло сколько-то десятилетия, в целом 70 лет прошло, и этот храм уже давно развалился, истлел, да, и там уже ровное поле на этом месте, то есть никакого храма даже не осталось из-за такого нарушения. И, в общем, святитель Иосаф говорит, что ты должен, значит, святитель Иосаф, он, смотрите, как поступил, вот тоже, он не стал тут его извергать из священного сана, он сказал, что вот мы должны с тобой поехать, и они действительно поехали и привезли походный храм. Походные храмы, это такие именно храмы передвижные, которые можно было быстро собрать или там где-то вот, когда военные действия идут, вот, или там еще когда. Ну, в общем, такие передвижные сборные, разборные, и привозят в походный храм и говорят, ты должен совершить литургию в этом храме именно на этом месте, где тогда стоял храм. Конечно, должен непременно покаяться, вот, раскаяться в том, что ты совершил, а после службы произнести «ныне отпущаешься раба твоего владыка». Вот та знаменитая молитва Симеона Богоприимца, то есть как бы «ты, Господи, отпусти меня уже отсюда с миром». И священник все исполнил, что сказал ему святитель Иосаф, и он совершил эту литургию, он раскаялся в своем грехе, исповедовался в этом, он произносит после службы «ныне отпущаешься, рабатывая владыка, по глаголу твоему с миром». И после этого святитель Иосаф преподает ему прощение его греха и с любовью обнимает его. И вот этот старенький-престаренький батюшка, он с радостью, у него как камень упал с души, он смотрит тоже на святителя Иосафа и с радостью обнимает, и головой склонился на его плечо, и в этот момент он передает дух Господа. То есть, оказывается, Господь, он долготерпелив, он очень милосерден. И даже несмотря на эти какие-то проклятия, Господь ждет от нас, чтобы мы сами разрешились от своего греха, раскаялись пред Господом, а Господь тут же прощает, и святитель Иосаф сам лично на этом вот месте, где почил священие, он его отпел, и там же он и был похоронен, и вот так состоялось полное примирение. Конечно же, душа этого священника, ну это уже мы как бы от себя говорим, но это совершенно так и есть, он в сопровождении того же самого ангела-хранителя, ангела этого храма, перешел ко Господу, потому что состоялось примирение, и грех ему этот был прощен. И, конечно, святитель Иосаф Белгородский, он являл и любовь, и заботу, и строгую заботу, и вразумление, и вот благодать Божия, она через него действовала на людей, не будем мы все описывать, все вот те случаи, которые происходили еще при жизни его. Скажем только, что он епархией занимался всего лишь шесть лет, потому что через шесть лет он почил о Господе. Вы представляете, насколько все-таки вот эти короткие отрезки жизненного пути, да? Там, значит, вот несколько лет, потом там, там в лавре три года, а здесь всего лишь шесть лет, и он почил в возрасте сорока девяти лет. Но повторим, чем наполнен оказался этот его жизненный путь? Вот понимаете, допустим, можно кучу камней набрать, да? Но они не имеют никакой ценности, там, там сто, двести камней, да? И люди, вот года своей жизни, они как ничего не значащие вот эти камушки, которые только как тяжесть. А можно несколько драгоценных жемчужин, да? Несколько там сияющих вот этих удивительных камушков, которые драгоценный дар собой представляет. И вот так вот те малые года, которые провел святитель Иосаф Белгородский, они очень драгоценны в очах Божиих, и он постоянно молился, и еще была такая особенность, что каждый час он подымался на свою такую молитву, она известна как молитва святителя Иосафа Белгородского, и как только, если он в келле находился, да, вот он как только слышал бой часов, он тут же подымался и произносил, буди благословен день и час, вон же Господь мой Иисус Христос, меня ради родися, распятие претерпе и смерти пострадай. «О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моя прими дух раба твоего в странстве и сущем, молитвами причистой твоей матери и всех святых твоих, якоб благословенности во веки веков, аминь». И вот эту молитву тоже многие благочестивые люди повторяют, конечно, каждый час, особенно ночью мы не можем, а святитель Иосаф, представляете, он даже ночью подымался, я не говорю, что вы должны повторять это, но хотя бы днем иногда мы можем произносить в том числе и эту молитву. И вот проходят эти года, и значит, святитель Иосаф, он был, конечно, слаб здоровьем, и он предвидел, что быстро он отойдет в иной мир. И вот он отправился, когда ему 49 лет, отправился посетить своих родителей и сказал прихожанам своей епархии, что все, вы меня уже не увидите. И отправляется он к родителям, и такая была очень теплая встреча с ними. А отец как раз вот очень любил своего сына, и он хотел поклониться сыну, но не знал, насколько это правильно, ведь тот же все-таки сын. И тогда, когда вот, значит, святитель Иосаф, он выходит из своей кибитки, отец, он как бы роняет свой посох, который у него был, и якобы, значит, пытается взять посох и кланяется сыну, а святитель Иосаф наоборот, он отцу кланяется и скорее подымает этот посох. То есть вот такая взаимная любовь, сердечная друг другу привязанность. И вот посетив родителей, он возвращается обратно, и на этом пути уже почувствовал серьезное такое недомогание, и останавливается в одном из епархиальных своих поместий. Это вообще слабода Грайворон, и там, значит, он занемок, и вот слег, и приехали к нему некоторые родные, и даже мама, кстати, его, а отец, он вел такой уже уединенный молитвенный образ жизни, остался дома, и около двух месяцев святитель Иосаф проводит здесь, и он соборовался, исповедовался, причастился, и мирно отошел ко Господу. Что значит происходит? Что, во-первых, игумен, который из близлежащего монастыря, ему было такое видение во сне, он видит, значит, восток, да, и солнце восходит, и вдруг являет святитель Иосаф и говорит, что как вот ярко сие солнце, вот в такой светлости, в таком сиянии ныне пристал я пред лицом Господа. И пробуждается этот игумен, запоминает этот час, потом едет туда, он знал, что там святитель Иосаф уже болеет, и узнает, что действительно именно в этот час он скончался, посылают отцу его, и отец, оказывается, тоже узнал, потому что именно в час кончины святителя Иосафа был ему голос, сын твой, святитель, скончался. Ну и вы помните вот это видение, которое дано было отцу, когда еще маленький был святитель Иосаф, про его призвание, что он станет именно святителем, и будет особо чтить вот именно Божью Матерь, помните, песчанская икона Божьей Матери, как он молился. То есть действительно святитель Иосаф очень почитал, обращался с молитвой Божьей Матери, и та отвечает, давлеет мне молитва твоя. И после этого, что, ну после этого, конечно, обычные такие человеческие вот церемонии, тело переводят в Белгород, а поскольку он архиерея, то нужны какие-то вот всякие предписания там, так просто его не могут хоронить, надо архиерея направить. Кроме того, оказалось, что святитель Иосаф не оставил никаких денег, всего лишь 70 копеек было, ну по тем временам, больше, чем сейчас, но все равно, для архиереи это просто вот вообще ничто. И хоронить не на что, вот надо запрашивать у Синода средства на похороны, и кому там предписание, чтобы кто-то вот приехал ему его отпевать, а там как раз потом, значит, разлив реки, там еще чего-то. В общем, около двух месяцев, представляете, вот тело его находилось в храме, и никак вот, пока там письма друг другу знали, вот эти канцелярские, консисторские, мы говорили про консисторию и про всю эту бюрократию, и вот тело его пребывало, и вдруг заметили, что оно нетленно, и что совершенно тление его не касается, и поняли, что святитель-то он благодатью Божией осенен. Ну, конечно, потом его похоронили, и потом вдруг стали замечать, что происходят чудеса. И я вот не упомянул, что святитель, он даже некоторым являлся, что же, мол, вы долго меня так вот не хороните, ну, потому что действительно по-человечески уж слишком там затягивали, ну, в XVIII век не было телеграфов, туда писали, сюда писали, письма долго шли, и вот нетление его проявилось таким образом, да, а в конце концов похоронили где? Это склеп Троицкого собора в Белгороде, и потом через несколько лет, через несколько лет пришли туда и открыли, и подтвердилось, что нетление-то мощей его сохраняется, и вот с того времени люди стали приходить и замечали, что многие получали помощь, и приходили еще там, и еще, вот, и под конец XVIII века уже настолько много было паломников, что даже архиерей, он испугался и решил ограничить приток людей, там, как-то закрывать, и святитель ему в видение явился этому архиерею, говорит, что же ты гонишь меня, да, то есть люди-то идут, потому что им нужна благодатная помощь. Ну, а почему так? Потому что, повторю, что вот синодальный период XVIII-XIX века, ну, вплоть до 1918 года церковь, она была в таких очень жестких условиях внешних, рассматривалась как ведомство православного исповедания, так это звучало на государственном языке, и поэтому все должно было строго регламентироваться, и тут вдруг нерегламентируемые посещения простых людей, которые приходят и нерегламентируемо получают чудесное исцеление, и, в общем, всего боялись, поэтому ограничивали, но вот когда было в разумлении святителя Иосафа, тот архиерей, он все-таки открыл доступ, а потом пришло время, все равно так немножечко ограничивали, закрывали мощи, да, в общем, то так, то сяк, и, тем не менее, чудеса вот эти набирались, и, кстати, даже царственные особы, они знали, что мощь его чудотворная, что, в общем-то, он святой, хотя не прославляли его, и, кстати, Александр I приходил, ему поклон... Он еще не был прославлен в лике святых, святителя Иосафа, а уже Александр I приходил, и потом Николай I приходил, уж тем более потом Николай II приходил, и именно при Николае II решили канонизировать, и этому тоже сопутствовали чудеса, и, кстати, одна женщина католического исповедания, тоже вот еще до канонизации она пришла, приложилась и исцелилась, у нее голова 30 лет до этого болела, представляете, 30 лет болела, вот приложилась, все, все прошло у нее. Конечно, это свидетельство того, что благодать она в православии, ну, я не знаю, вот обратилась она после этого в православие или нет, но, по крайней мере, исцелилась, это точно, и вот собирались такие чудеса, и в 1911 году состоялась канонизация, прославление святителя Иосафа Белгородского, да, при царе Николае II, и он сам подписал вот это распоряжение, указ, так что слава Богу, но скоро наступила революция, и мощи святых угодников они тоже подвергли своего рода гонением, причем в 1920 году был подписан декрет совнаркома о ликвидации мощей святых угодников, то есть действительно был такой декрет, чтобы их просто вот ликвидировать. Ну и тогда как? Мощи святителей Иосафа, их перевезли в Москву, в музей, их освидетельствовали сначала, и действительно видели, что мощи-то нетленные, не могли никак это объяснить, перевезли в Москву, а потом в Ленинград, и там в музей истории религии атеизма, а этот музей на самом деле он располагался в Казанском соборе. И получилось так, что тоже, наверное, промысл Божий, что мощи святителей Иосафа, они выставлялись, ну музеи там должны же экспонаты быть представлены, вот они выставлялись на показ и находились недалеко от места захоронения Кутузова, именно в том пределе, вот прям напротив гробницы, где Кутузов похоронен, представляете? И получилось, что люди опять тоже туда пошли, и идут, молятся, прикладываются, ну и что? И тогда, в общем, испугались, что людей привлекают святые мощи, и убрали их в подвал. А в 1970 году в Советском Союзе была вспышка холеры, поэтому везде ходила санэпидемстанция, ну и, уж не помню кто, но решили, в общем, закопать их, и там кто-то распорядился, чтобы их закопали прям в подвале, но там сыро. И рабочие, которым было сказано закопать мощи святителей Иосафа в подвале, они на самом деле спрятали в перекрытии кровли, там, ну, какое-то там вещество, вот, да, в этом перекрытии было, и туда они поместили, чтобы не погибли мощи, потому что подумали, что если в сырости будут, то просто погибнут. И потом один из этих рабочих, который прятал мощи, их несколько было человек, мощи прятали, и один из них по фамилии Соколов, он ровно через 20 лет, в 1990 году уже рассказал об этом, и вот так в 91 году состоялось обретение, новое обретение мощей святителей Иосафа Белгородского, и потом перенесение, и ныне они в Преображенском соборе города Белгорода. Ну, видите как, у нас разные уголки земли, они прославлены разными святыми, и получается так, что вот святитель Иосафа в Белгородске, он те вот пределы освящает своим присутствием, то есть не надо вот все святыни именно в Москву собирать, да, пусть освящены будут разные уголки нашей Родины, и везде мы можем ездить, кому-то обращаться, молиться, земля русская, она прославлена святыми угодниками, поэтому, конечно, сейчас мы вот уже не будем говорить про новые какие-то чудеса, их очень множество, потому что святитель Иосаф, он слышит нас, он видит нас, и хотя он при жизни был строг, но на самом деле он любит нас, и молитва его угодна Божией Матери, молитва его благословлена самим Господом Иисусом Христом, и поэтому, когда мы обращаемся к ним, и обращаемся к святителю Иосафу, то мы понимаем, что у нас есть ходатай пред Господом, будем ему молиться, и он, конечно же, не оставит нас своим попечением. Святителю Отче Иосафе, моли Бога о нас, с праздником вас, братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok